Далее моя коллега коротко расскажет о других новостях Сахалинской области, заслуживающих внимания. Сахалинские дорожники приступили к модернизации трасс регионального значения. С наступлением тепла продолжился капитальный ремонт участка Лиственичная-Охотская протяженностью 5 километров 100 метров. В этом году на дороге Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск появятся новые участки асфальта длиной более 28 километров. Также в планах ремонт полотна в Анивском районе, реконструкция дороги Курильск-Рейдова на острове Туруп. В Корсакове в этом году отремонтируют 145 подъездов. В них сделают оштукатуривание, покраску и побелку стен. При необходимости заменят почтовые ящики и информационные стенды. Планируется, что сметную стоимость цвета краски и сроки выполнения ремонта жители многоквартирных домов определят самостоятельно. Ремонт проводят в рамках проекта «Наш двор – наш подъезд». 42 новых автобуса скоро приедут на Сахалин. 20 из них предназначены для курсирования по областной столице. Остальные направят на дальние рейсы. Планируется полностью обновить подвижной состав на пригородных маршрутах от Южно-Сахалинска до Анивы, Долинска и Корсакова. Всего на эти направления планируют поставить 38 новых автобусов. Ближе к лету в регион привезут еще 96 единиц общественного транспорта. Участники клуба «Клюковка» при областной библиотеке посетили Сенегорск. Выездную экскурсию устроили для маломобильных людей в сопровождении сотрудников учреждения на спецавтомобиле. Пенсионеры сходили в Дом культуры Сенегорья и местный музей. Также для гостей провели экскурсию и рассказали об истории поселка. На обратном пути клуб заехал в зимний сад санатория «Сенегорские минеральные воды».